Дело в том, что у нас в России называют чаем всё то, что заваривается кипятком. Но на самом деле чай – это напиток чайного листа. То есть вот здесь везде это всё чайный лист, разное сырьё, разная технология. Но, тем не менее, лист с одного растения. Есть белый состаренный чай, лаубайча. Светность зависит от степени ферментации, от того, насколько сильно технологией обработан лист. Белый, зелёный – это такие светлые, лёгкие сырта. Есть ещё жёлтый, сейчас у нас его нет. Но бывает, тоже категория такая светленькая и визуально. У них лист очень светлого формата, запах свежей зелени. Есть улуны – это полуферментированные чаи, это вся верхняя полка. И они бывают разнообразные, скрученные, продольно, поперечно, зелёные или обжаренные. После улунов идут красные, или то, что в европейской традиции называют чёрными. Но китайские красные сорта, они по разнообразию. Они глубже, богаче в аромате и вкусе своём. Например, такой, или вот такой. Может быть, вас интересует габа. И он интересен тем, что технология была придумана относительно недавно, в прошлом веке. То есть, это не настолько прям древний сорт чая. В тот момент, когда в Китае озадачились, что может наука предложить именно вот этой многовековой чайной культуре. Здесь ферментация идёт в бескислородной среде. За счёт этого образуется гамма-аминомасляная кислота. Это мощный нейромедиатор. Собственно, по аббревиатуре английской чай называется габа. То есть, от этого вещества очень интересный у него получается лёгкий вкус и расслабляющий эффект. Это фигурка, которая будет стоять в начальной доске, сопровождать процесс чайпития. Про символические аспекты я в процессе расскажу. Прежде чем приступить к испитию выбранного чая, с ним принято познакомиться. Эта посуда называется чахэ, или чайная коробочка. В некоторых источниках чайный лепесток. И сюда насыпают чай для знакомства. Посуда берётся двумя руками, так, чтобы тепло ладони согревало чай, раскрывая его аромат. Затем мы прогреваем посуду, в которой будем заваривать чай. Мы засыпаем его внутрь. Первый пролив мы отдадим нашему чайному собеседнику, или чайному божеству. Первой водой мы чай пробуждаем, промываем, избавляем от отбломка чайного листа, который образуется там неизбежно при перевозке, хранении. А также избавляем от посторонних энергий, тех людей, которые его перевозили, хранили, собирали, чтобы уже чай был готов к встрече с нами, с участниками чайной церемонии. И после пролива первого мы можем повторно познакомиться с чаем. Приятный аромат, мне нравится. Принято считать, что мы наполняем церемонию постепенно огненной яйнской энергией. Сначала мы воздействуем на чай теплом наших ладоней, затем теплом прогретой посуды, только потом уже непосредственно жар самой воды. Есть еще одна очень важная посуда на чайной доске, если мы испиваем чай проливом. Это чахай или море чая. Другое его название – гундаубэй или чаша справедливости. Дело в том, что девиз чайной церемонии в этом мире постоянно только перемен. Если подумать, то это все гарантии, которые у нас есть. В данном контексте имеется в виду, что каждый следующий пролив будет отличаться от предыдущего по наполненности ароматом, вкусом, цветом и, конечно же, энергией, и чтобы все участники чайной церемонии могли по справедливости разделить друг с другу конкретный по счету пролив, вот как раз эта посуда и предназначена. Но есть еще и практический аспект. Китайский чай заваривается очень быстро, и если мы будем наливать его сразу же в пиалы, то в первое будет слабо заваренный, а в последнее уже крепкий. Здесь же крепость равномерно распределяется по всему объему напитка. Вот, с напитком уже можно познакомиться с его вкусом. У вас очень интересные сегодня пиалы, они сделаны из двойного стекла. Можно брать в руки, да, не боясь обжечься. Касательно чайного собеседника. Есть традиция поливать его последними каплями чая в вашей пиале. Это символично и носит любых характер. Смысл в том, что здесь и сейчас мы на вершине успеха, мы торжествуем, у нас есть некоторое благо, но это не постоянно. Про перемены я уже говорила. Но пока мы здесь и сейчас, мы можем с открытой душой и чистого сердца кусочек этого блага пожертвовать, ничего не ожидая взамен. Пятая драгоценность – это чайное состояние, которого мы достигаем, либо не достигаем в процессе чаепития. И люди спрашивают, как же добиться этого чайного состояния, какой нужно купить чай, и что вообще для этого нужно сделать. На самом деле, нужно учитывать очень много факторов. Очень сильно влияет атмосфера. Важно, чтобы чай был, конечно же, качественный. Хорошо подобранная посуда. Чистая вода без примесей и хлора. Но самое главное, это самая основная отправная точка – это состояние самого человека, который пришел к испитью чая. Потому что, даже если мы будем соблюдать все вышеперечисленные условия, у нас будет родниковая вода, у нас будет качественный, очень дорогой чай, у нас будет необходимая посуда и все необходимые инструменты, утварь. Но если не будет состояния подготовленного, присутствия в моменте, здесь и сейчас, то ничего не получится. То есть, человек прибежал, что-то заварил, быстренько выпил, и все, вечером побежал дальше и даже не вспомнит о том, что он вообще какой-то чай там пил. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok